Девушки отдыхают Работаю я в муниципальном предприятии, работаю я дворником. Не стыжусь ни в коем случае, что я работаю дворником. Я хотя бы работаю. Как могу, так работаю. Не пьянцы нигде по подворотням, а имею стабильный доход. Мы как многодетная семья. Получается, у меня жена работает тоже в муниципальном предприятии. Накануне у нас Новый год, 2017 год. И вот в чем вопрос, суть вопроса. Вызывают меня на предприятии, где я работаю. Говорят, вы как многодетная семья? Я говорю, да, у нас пятеро детей. Она говорит, отправили на вас заявку на новогодние подарки, чтобы всем детям от предприятия выдать новогодние подарки. Я говорю, ну хорошо, отправили. Молодцы, спасибо большое. Она говорит, а что, спасибо, не с чем? Я говорю, в смысле не с чем? А вам отказали в получении подарков в вашей многодетной семье. Мне сказали, что от предприятия никаких подарков, чтобы не выдавали семье Васильевых, так как подарки семье Васильевых выдаст отдел социальной защиты населения, что ли, что-то такое. Я думаю, ну ладно, там выдадут, так там выдадут. Проходит небольшой период времени, Вера мне звонит, говорит, звонили, говорит, с работы, пришел отказ тоже на ее работу, я не знаю, у нее муниципальное или бюджетное предприятие, отказ от получения подарков на детей. Я говорю, а у тебя что там, я как человек, ну не скажу, что я там мега образованный, но чуть-чуть разбирайся в этом деле, что подарки выдаются на усмотрение предприятия, то есть руководство руководителя, то есть хочет он, дает подарки детям, сотрудникам хочет, не дает. И так вот ей звонят, тоже говорят, а знаете, а вы у нас состоите, говорит, в профсоюзе? Жена говорит, ну нет, в профсоюзе не состою. Ну и все, тогда, говорит, брейтесь, говорит, с подарками, какие вам подарки вашим детям? Надо, чтобы подарки получить, надо в профсоюзе состоять. А раз вы не состоите, значит вам никаких подарков, короче, не видать, обращайтесь куда-нибудь в другое место. Продолжаем этот разговор. Сегодня звонят мне из отдела соцзащиты и говорят, придите за подарками, пожалуйста, получить на детей. Я говорю, ну все хорошо, приду, получу, спасибо большое. Она говорит, у вас сколько детей? Я говорю, пятеро. Она говорит, у вас один ребенок старший, он учащийся в школе, Ксюша у нас получается, на нее подарок не положен. Она уже большая, взрослая. Я говорю, ну большая, взрослая, ладно. Положены подарки на Мишу, на Сему и на Андрея. Я говорю, а на Диму? У нас же еще есть Диман. Димоныч, вы что? А вашему Димонычу, говорит, ничего не положено, он еще не дорос. Я говорю, в смысле? Ксюха у нас уже переросла, Димоныч еще не дорос. Это тоже какая-то пустология. Ну раз есть ребенок, ну дайте вы ему подарок. Что за какие-то нормативы? Или может быть там кто-то решил просто дернуть один подарок и себе там припырить кому-то? А здесь придумали обоснование, что ребенок еще маленький. Ребенку вот скоро год. Он тоже будет встречать Новый год. Ему интересно тоже. Все будут распаковывать подарки. Там конфеты. А ему надо будет... Я просто этого не представляю, как возможно это все дело. Поговорил с Верой. Вера у меня прям... Ну она такой эмоциональный человек. Она на эмоциональной нотке позвонила тоже в администрацию. Позвонила в Сузащиту. Говорят, ну, такое постановление вот на предприятиях вам не дали. А мы вам, говорит, дать можем только три подарка, так как у вас один сильно взрослый. Я говорю, так у нас Андрей-то уже в школу ходит. Ну, он в школу ходит, но он еще маленький. А Дима очень маленький. На него подарков не полагать. Расскажите мне, пожалуйста, что это у нас за руководители такие сраные, которые во всех, в любом предприятии сотрудникам на Новый год выдают подарки на каждого ребенка. Или Суззащита выдает подарки на каждого ребенка. Ну, у нас же слов просто нету. Что не... Короче, есть жизненная полоса. Черное-белое, черное-белое, черное-белое. У нас белое, потом черное, потом беленькое, потом опять черное. И всю дорогу. Ну, выговорился, маленько поделился такой вот вещью. Если у кого-то еще есть проблемы с получением подарков на Новый год детям, пишите в комментариях под видео внизу, вот здесь вот под видео. Ставьте лайк, палец вверх. И обязательно, пожалуйста, прошу, подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. Для вас это всего лишь что там, ткнул, подписаться и все. А для нас это является хоть какой-то небольшой материальной поддержкой. Если материально помочь никто ничем не может, мы с помощью вас как-нибудь будем крутиться, вертеться. Вы находитесь на канале Мысли-Слух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Я снимаю видео, как социальный сериал про семью Васильевых, про трудности многодетной семьи в городе Новосибирске. Что происходит, как, чего, почем. Увидимся, до встречи, всем пока.